А ну-ка парни, прошло время узнать, кто из вас быстрее, выше, сильнее. Ежегодно мальчишки участвуют в необычной эстафете. Она не только спортивная, но еще и веселая. Ежегодно в Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии номер один проходит интеллектуально-спортивная эстафета «А ну-ка парни». Как вы поняли, из названия участвуют исключительно мальчишки. Соревнуются все параллели 8, 9, 10 и 11 классов. Ребятам предстоит ответить на вопросы и посвятизаться в эрудиции, а также пройти полосу препятствий. Арсений, расскажи про «А ну-ка парни». Сейчас наши парни проходят интеллектуальный тур. Отвечают на теоретические вопросы, а также следующий тур у нас будет физический. Препятствия будем проходить, амблестлинг, подтягивание гири и жим-лежим. Арсений, ну почему ты не участвуешь? Я не участвую, потому что у нас достаточно много сильных и умных ребят, по которым я немного выступаю, так что я решил не участвовать и дать нашему классу выиграть. Главным в спортивной зале пацаны могут показать не только физическую подготовку, но и интеллект. Ведь кроме всевозможных спортивных заданий, команды приняли участие в викторине и выполнили творческое задание. Лина, не обидно, что в этой эстафете участвуют только парни? Если честно, немножко обидно, но все же это традиция. Каждый год мы поддерживаем наших мальчишек, наших одноклассников в таких вот олимпиадах и мероприятиях. Нашим мальчикам я бы хотела пожелать больших успехов в спорте и учебе, чтобы они оставались такими же задорными, веселыми, а самое главное, сообразительными ребятами, как сейчас. Лина, а как успехи у ваших мальчишек? Ну, сейчас проходит первый тур, если честно. Пока что идет тяжело, но мы очень надеемся, что наши мальчишки, наш 8-й Г сможет еще отстоять свое достоинство на спортивных мероприятиях. Праздник силы, ума и мужества порадовал и участникам, и организаторам, и, конечно же, нас, девчонок. Отличный подарок международному женскому дню. Можно весело смотреть на то, как кто-то другой отвечает на вопросы и делает упражнения. Поздравляем победителей, они в каждой параллели классов. Победители определены, но остальные не отчаиваются, ведь впереди еще целый год, чтобы нарастить мускулатуру и собраться с духом Риана Галиева, Татьяна Никитина. Специально для Горин Новостей.